Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня будем обсуждать Т-2020. Почему будем обсуждать? Я не знаю, я вот просто лазил в своем ангаре, смотрел машинки и наткнулся на вот такого вот забытого мной товарища. А товарищ очень редко встречается в рандоме и для этого есть в принципе логические объяснения. Первое объяснение отсутствие брони как для ТТ, потому что вот здесь вот 140 мм а с приведенкой 236. Вокруг маски орудия самое крепкое место 155 мм, ну да там с какой-то приведенкой 247. И вот здесь начиная от вот этого стыка и этого в бока сюда уходит броня в 100 мм всего лишь, а с приведенкой 262. Короче говоря, вы понимаете о чем я говорю. Нижний бронелист я даже рассказывать не буду, потому что говорить не о чем. Нет, есть рандомные рикошеты, да, и они периодически спасают. Но в целом забудьте о слове броня тяжелого танка на Т-2020. Это вещи абсолютно несовместимы. Есть экраны от фугасов, но в основном фугасами сюда никто и не бросает. Теперь давайте будем смотреть на его пушку. Пушка собой представляет орудие такое, ну не то чтобы спорное, ближе к хреновому. По-другому я его не назову. Есть шикарная альфа в 400, но углы склонения минус 6 с отсутствием брони это просто кошмар и уныние. Пробитие в 221 единицу, ну миллиметров как бы на восьмом уровне для тяжелого танка тоже практически ни о чем. Время перезарядки для него лично просто ужасное. 12 секунд и соответственно урон в виде ДПМа в минуту, ну как бы вот так вот я могу только озвучить, потому что 2 косаря, ну согласитесь, тоже ни о чем. Время сведения просто безбожное, разброс на 100 метров еще хоть как-то и то. Я бы сказал, что блин вот на всех вот этих показателях, если бы только он был какой-то не такой, ну окей. А если говорить в целом, то получается, что пушка отличается только хорошей альфой и то я бы не сказал, что прям какой-то имбовой. Потому что есть машины, которые выдают по 420, 430, 460. Ну и получается, наверное, в целом, если все вот это вот собрать до кучи, то получится Т-2020, про которого все забывают, которого очень редко встретите в рандоме. Ну и соответственно, которого никто не хочет покупать, когда он выпадает на продажу. Как правило, эту машину покупают кто? Ее покупают те, кому прям совсем уже нечего взять, потому что все уже купили. А что-нибудь купить хочется, потому что голда есть. Машинка появляется, если кому-то выпало из контейнера и как правило, этому никто не радуется. Ну и третий вариант, это, не знаю, какие-нибудь коллекционеры. Либо, да, есть четвертый вариант, ребята, которые не разобравшись, купили его просто за его прикольный внешний вид. Потому что дизайн мне, честно говоря, нравится. Особенно с вот этими вот всеми защитными экранами, которые на нем болтаются. Смотрится довольно неплохо. Но вот как-то, честно говоря, я, наверное, отношусь к четвертым. Я его так себе и купил. Я думал, что будет что-то прикольное, а оказалось нет. Но скажу себе в оправдание, я покупал его вместе с другой машинкой. Я покупал его в наборчике с К-91. Я думаю, вы знаете, что это за машина. Но и, соответственно, когда они продавались, я почему-то посчитал нужным приобрести их именно в наборе. А не взять себе машину отдельно К-91, а Т-2020 оставить на потом. Короче говоря, вот так вот он появился у меня в ангаре. Я больше не буду о нем рассказывать ничего стоя на месте. Ну, а лучше запрыгну вместе с вами в бой. И мы попытаемся на этом танчике отыграть. Почему попытаемся? Потому что у меня бои. Особого впечатления какого-то позитивного не вызывают на этой машине. Но и я как-то не получаю удовольствие от гейма на ней. Потому что, в принципе, гейма как такового особо нет. Не знаю, ребят, у каждого свое мнение. Если вы со мной не согласны, если у вас есть этот аппарат и он вам заходит, если вы чувствуете себя на нем комфортно, напишите, что вам нравится в этой машине. Ну, вот сейчас я заехал на горку, вот такую небольшую, прямо скажем. Но вот здесь еще срабатывают углы наводки. Если я подкачусь туда ближе куда-нибудь к мостику и заеду на мостик, то от мостика отыгрывать я уже возможности иметь не буду. Теперь давайте втихую, пока мы не засветились, попробуем выцелить. Стреляем. Попал, но, к сожалению, не пробил. Точностью орудие, ну, не знаю, средняковое что ли. С вертуханов вообще у меня никогда особо ничего не залетает с него. А на дальних расстояниях, ну, отыгрывается как-то не очень он приятно. Так, обождем, пока враги начнут вылазить. Я, честно говоря, не сильно имею желание на нем тащиться куда-нибудь вперед. Я светанулся. Мне повезло сейчас, что в меня не прилетело. Ну, прям везет, вы знаете. Честно говоря, как-то вот по моим ощущениям, всегда он гораздо бодрее пробивается, чем сейчас. Ну, в любом случае, один шот я уже отхватил. Вот оно, КД, которое меня не радует. Необходимость перевестись на голду. Ну, да, окей, это Е-75, это все-таки девятый уровень. То есть машинка на левел выше, но все равно не сильно приятное ощущение от необходимости переходить на голду. Итак, два голдовых снаряда. Вы понимаете, к чему я клоню. Я клоню к тому, что вы не будете особо фармить на этой машине, если будете вынуждены играть голдовыми снарядами. А голдовыми снарядами играть придется, потому что довольно часто его бросает с левелами повыше. Ладно, я уже даже в минус готов уйти. Главное, чтобы я хоть что-нибудь сделал для этого боя. Мы и так немножечко сливаемся. Точнее, нас немножечко сливают. Да, брони, ребят. Ну, вот такое впечатление, что и не было никогда. И главная проблема такая, что даже если ты ромбом выезжаешь, то все равно тебя будут пробивать. Тебя будут пробивать по той причине, что когда ты ромбуешь, то у тебя уходит твоя приведенка с вот этого так называемого клюва. Да, то есть стыка двух верхних бронелистов и нижнего бронелиста. Ну, вот как сейчас с ИСом, да, пятым. Ну, и куда нам прилетает? Нет, прилетает нам в нижний бронелист, спереди он прилетает в районе катка, сбоку, в башню. Блин, ну, короче, везде прилетает. И, честно, у меня лично нет ощущения, что я играю на тяжелом танке. У меня такое впечатление, что я играю на СТшке с очень плохой подвижностью. По-другому я это назвать не могу. Меня, честно говоря, играя на Химере, меньше пробивают, чем когда играю на Т-2020. Ладно, досматриваем бой. Я так понимаю, что досматривать нам не особо долго. Хотя проджетка может сейчас немножко поотжигать, пользуясь своей скоростью, если успеет проскочить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, братцы, бой закончился поражением 2260. Будем говорить, 2270 единиц нанесенного урона, один сделанный фраг. Понятное дело, что мы в минусе, потому что голдой приходилось стрелять. И в нашей команде по урону мы заняли второе место. Но мне кажется, что могла быть победа, если бы вот эти трое ребят отыграли немножечко лучше. Химера Фантом, по сути, я так понимаю, сделала всего два шота. Ну, она сделала для победы фраг, в этом не откажешь. Но в целом можно было бы чутка получше, тогда, возможно, победа была бы. Давайте следующую каточку. Я понимаю, что я бы, возможно, мог сделать чего-нибудь больше для победы. Но, честно говоря, на Т-2020 у меня крайне редко получаются нормальные качественные бои. Я же все-таки грешу на то, что танчик не сильно живучий, как для тяжа, на своем левеле. Вот мы опять против девяток. И против нас опять среди девяток есть, ну, довольно-таки бронированные товарищи. А у нас бронепробитие, ну, прям не блещет. Поедем в городок потихоньку продавливать. Пока будем катиться, я хотел попросить каждого из вас, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Я гарантирую вам честные обзоры и показы машин такими, какими они есть на самом деле. Меня никто не покупает, мне никто не дает пресс-аккаунтов. Про мое существование как обзорщика, я уверен, Wargaming вообще не знает. А значит, именно на моем канале вы можете рассчитывать, что вы увидите честные бои на любой из машин. И честное мнение по поводу любых товаров в магазине, которые я смогу, безусловно, себе позволить финансово, по одной простой причине. Потому что я свои обзоры делаю без склеек. И, соответственно, не вырезаю из какой-то дюжины каких-то красивых или не очень красивых боев самый лучший, с самым большим количеством урона или с самым большим количеством фрагов. Я просто отыгрываю так, как отыгрывается. А потом показываю в реале, как это было. И именно это выходит у меня на канале, как обзор танка. Почему так? Да потому что я считаю, что человек, который присматривается к той или иной машине, он хочет увидеть, да как она, в конце концов, будет смотреться в его руках. Что у него будет получаться? На что он может рассчитывать? И я был на месте тех ребят, которые покупают себе машину, поверив какому-нибудь обзорщику, что машина классная. Ну, а в итоге потом у них ничего в бою не получается. По крайней мере, нет тех результатов, на которые они рассчитывали и которые они хотели изначально получить. Поэтому, ребятки, смотрите обзоры на моем канале. Они будут максимально честными, но я надеюсь, вам полезными. Время сведения просто ужасающее. Будем говорить откровенно. Время перезарядки тоже как бы подкачивает урон. Окей, хорошо, урон альфа есть, но согласитесь, ни одной альфой сыт будешь. Вот сейчас, допустим, мне конвоя выцелить было бы. Ну, крайне сложно, потому что пока я в него сведусь, он 40 раз меня откинет. Вот сейчас опять-таки ТВП, да? И я в него промазал. Я побоялся, что он спрячется за камень. Психанул, кинул раньше, чем надо было. Ну и, соответственно, прошло мимо. Сейчас опять я подъеду, и пока я сведусь, он опять уедет. И главное, этот процесс, он в принципе, ну, практически незаканчиваемый. То есть, ему нет конца. Ты приезжаешь, ты становишься, ты начинаешь выцеливать. И только после этого, если тебе повезет, ты делаешь шот. То есть, приехать, свестись и выстрелить у тебя не получится однозначно. Так, ну, вот здесь хоть как-то повезло, потому что рандомный рикошетик, он все-таки сработал. ТВПшка не смогла меня добрать. Ну все, приехала смерть моя по имени Химера. Потому что с Химерой тягаться мне особо нечем. У Химеры где-то все то же самое, только подвижность получше и время сведения поярче. Да и точность орудия, походу, тоже. Остался один, шансов ноль. Сдаваться, безусловно, не буду. Никому не рекомендую сдаваться. Но вы сами понимаете, что, в принципе, можно собирать потихоньку вещи и отправляться в ангар. Ускорения перезарядки нет, уже использовал. В корму сейчас мне сразу начнут закидывать товарищи. Все, кому не лень. Ну и, в принципе, поиграл ГСНчик. Так, смотрим результаты боя. У нас поражение. Опять-таки, я вот... Все, что можно было сделать в бою, сделал. Я не знаю, может, как-то совсем по-другому надо было отыграть. Но в итоге 1940 единиц урона. Один сделанный фраг. Мы в плюсе на 8000. Но, опять-таки, мы использовали голду. И мы опять на втором месте по нанесенному урону. Причем с существенным отрывом объекта 84. Но и с нормальным отрывом от всех остальных ребят. Опять химера, которая практически... Там в прошлом бою практически ничего не сделала. В этом бою вообще ничего не сделала. Ну, видать, что-то не сложилось. Такое тоже бывает. Короче говоря, ребят. Я думаю, сейчас после двух этих каток вы понимаете, почему этой машины очень мало в рандоме. Почему очень мало игроков хотят ее себе брать. Ну, и, соответственно, почему не скилловые игроки или новички в игре не желают покупать эту машину, когда она выпадает на продажу. И я бы вам не рекомендовал приобретать себе Т-2020, если вы не коллекционер и не скилловый игрок. Вот не нужна она вам, поверьте на слово. Золотая цена этой машины, ну, в лучшем случае, 1500. Это я говорю просто исходя из того, что, допустим, там Лева есть на продаже, да, за 5500. Так Лев играется гораздо лучше, чем Т-2020. Ну, я думаю, вы это понимаете. А если вы не знаете, как играется Лев, вот здесь вот сверху сейчас появится ссылочка, но по которой перейдите и посмотрите, как Лева играется на сегодняшний день в рандоме. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и, соответственно, спокойствия.